Ей подвластны Ари и Безе, хотя мечтала колдовать над десертами Безе. Она говорила, мама, мне бы лучше не музыкой заниматься, а вот поступить бы в кулинарное училище. Белорусская сопрано звучит во всем мире, хотя о ее таланте не подозревали даже близкие. Надя не пела, думала вообще. Менчанка – триумфатор конкурса певцов BBC, который открыл миру Хворостовского. Here at BBC Cardiff, singer of the world, 2015. Кофеин, обладательница титула «Певица мира» Надежда Кучер в проекте агентства теленовостей «Наши». Смотрите прямо сейчас. Первое, что мы у Нади увидели, это музыкальная ее способность. Вернее, не столько музыкальная способность, сколько желание сидеть за пианино и чего-то там вот что-то такое делать пальчиками. В пяти лет меня отдали музыкальную школу, потому что мне нравилось нажимать на кнопочки, так называемые, на клавиши фортепиано. Ой, хулиганистая. Она была одна дома до тех пор, пока придут сестры из школы. Что она делала? Она выходила на балкон, выбрасывала игрушки через перелы с балкон, нам потом дети охапками приносили игрушки. Или брала чайничек с водичкой и поливала с балкончиков всех тех, кто проходил мимо. Я научила ее косить глаза. Да, и потом вызывала милицию, когда она не хотела их прекращать косить. Да, вот так вот шутили, пугали, потому что сами были девчонки еще. Мне было 11, она родилась, а Юльке было 13. Там у нас стояла вишня, она очень горюет, что вишню кто-то спилил. Как могли спиделить мои вишню? На этой вишне было место, трон, вот царский трон, царевна, для царицы трона. Это ее место было, куда никто из детей не имел права садиться, залезть туда и садиться, на этой вишне. Она заставляла слушать только Роксит и больше ничего. Несколько лет. Она была фанаткой этой группы. И то, что мы слушали с Катей, ею не воспринималось никак. У нас даже были иногда стычки по поводу того, что почему вы это слушаете, это не то. Вы ничего не понимаете в музыке. Роксит, она стриглась как Роксит. Она вообще выкрасилась вот в такой еж, как... Это вообще прикол. Прикол. И где-то, когда ей исполнилось 10 лет, мне позвонила ее педагог и сказала, а вы знаете, что ваша Надя поет? Я пела за столом, мы там могли попеть, там, это было видно, что ты поешь, например. То Надя не пела дома вообще. И никто не мог поверить, что она будет петь. Разучивают они Мясу Гайдна. Она приходит домой вся в слезах. Мясу Гайдна приносит эти ноты, там, две страницы, исписанные густо нотами, и текст на латыни. Рыдает. Я никогда это не выучу. А мне сказали это петь. Я говорю, Надюша, не волнуйся. Выучим? Нет, я не выучу. У нее страх был перед текстом. Я беру этот текст, сама читаю и вижу, что там одна строка. Одна строка, буквально несколько слов, они повторяются несколько раз на этих двух страницах. Вот это такое, это у нас так вот, как семейный анекдот. Страх перед текстом. Профессионально обучаться петь начинают с 18 лет, когда укрепился голосовой аппарат, когда есть определенная база. И мне кажется, что как раз-таки очень удачно сложилось то, что Надя получила прекрасный комплекс профессиональных знаний. Она прекрасно читает с листа на фортепиано. Она анализирует музыку. Она может любое произведение вокальное выучить. Когда Надя повзрослела немножко, ей очень нравилось печь. Вот делает всякие такие кулинарные, изящные какие-то вот такие блюда, типа печенья какие-то, торты, блины. Она очень любила печь. А рядом с нашим домом находится кулинарное училище. Она говорила, мама, мне бы лучше не музыкой заниматься, а вот поступить бы в кулинарное училище. Из меня бы такой кулинар классный получился бы. Я хорошо соображала в области сольфеджио с детства. И, ну, как-то педагоги и мамы подумали, что, ну, наверное, надо в этой области развивать дальше. На одном из старших курсов я предложила Наде задание на некоторый период времени вот проделать такую работу, проанализировать сонаты Бетховена, вернее, виды модуляций в сонатах Бетховена, и предложила ограничить круг сонат. На что Надя выдвинула встречное предложение. Я хотела бы проанализировать все 32. И благодаря тому, что она прекрасно читает свиста, и когда она знакомится с музыкальным текстом, для нее это сразу становится творчеством. Я увидела ее в театре оперном. Она была принята артисткой хора. И когда она запела, вот я обратила внимание, что она безумно музыкальный человек. Очень многие люди музыкальность такую вот путают там с маханиями руками, там закатывание глаз. Ой, как музыкально. Для меня это не музыкальность. Вот она стояла очень спокойно, без всяких жестов лишних, но все было в голосе и на лице. Это очень-очень хорошо, когда певцы имеют хорошую теоретическую подготовку. Они быстро учат репертуар, с ними приятно работать. Они музыканты уже, музыканты, поэтому... Да еще и имея голос, конечно. Это нравится всем. Это очень ценность всегда певцы. Я еще работала здесь в оперном театре в хоре на тот момент. Это как раз было время перед моим первым поступлением в Санкт-Петербургскую консерваторию. Вот только-только я готовилась туда поступать первый раз. Но я не поступила тогда. А мне сказали, что мой голос для оперы не подходит. А через год просто другие люди слушали, которые, видимо, решили, что, наверное, подходит. Манера пения коренным образом не изменилась. Но она, конечно, подросла. Потому что регулярные занятия в консерватории 5 лет с прекрасным педагогом Новиченко. И вообще сама атмосфера Питера. Чем славится Петербургская консерватория? Это единственная консерватория в России, в которой есть собственный, полноценный, большой оперный театр. Упустить такой шанс учиться именно там, вот именно на той сцене, я не могла. Поэтому я предпочла затянуть покрепче поясок и выжить максимум. Когда она закончила консерваторию, работы как таковой, которая бы приносила ей доход хороший, востребованность, чтобы была такая прямо, понимаете, что стоит от одного отказаться, на другое согласиться, вот этого не было. Она состояла в штате театра консерватории. Но она всё время говорила, ещё где-то уже на четвёртом курсе, а может быть и раньше, она всё время говорила, что она очень хочет прослушаться у Теодора Курензиса. Фантастический человек Теодор Курензис. Это очень известный российский дирижёр. Но это просто была случайность, потому что, ну, как всегда, это всё же происходит случайно. Я приехала просто и прослушалась ему лично. И он пригласил работать. Ну вот, собственно, так и родился наш тандем. Натя отличается большой смелостью, наверное. Она отличается большим куражом, потому что Надя, в принципе, может быть в рванных колготках, в абсолютно шокирующем виде, в 8-м олимпе или меде, где она абсолютно в каком-то диком виде. И при этом ты начинаешь её слушать, смотреть, и ты понимаешь, что это абсолютно оправданно. Она это как-то умеет обыграть, как-то это умеет сделать. И абсолютные смоточные колготки в тему, и вроде бы и вот это бешенство, оно вот как раз-таки, да, оно так и должно быть. Потому что за этим стоит огромная работа. Нет, я не устала. Партия сложная вообще по жизни? Психологически сложная. Психологически, да, а вокально? Ну нет, сложнее, конечно, классика сложнее. Золотая маска – это российская национальная театральная премия. Премия самого высшего уровня. Номинация «Лучшая женская роль в опере». Вот я дважды выигрывала этот приз. Я, знаете, чем очень горжусь, что Надя на всех конкурсах, она представляет Беларусь. Несмотря на то, что она закончила Питерскую консерваторию, и работает сейчас она прима Пермской оперы, она везде пишет «Беларусь». Это здорово. С учетом вот этой конкурсной иерархии, я бы сказала, что конкурс в Кардиве – это та вершина, которой стремится, мне кажется, любой певец. Вообще, Кардив – это конкурс лучший оперный певец и лучший камерный певец в мире. И только чтобы тебя допустили, надо пройти огромный конкурс. У вас есть 18-20 минут, пойти, что хотите. Требований нет никаких. Только время, регламент. И все. Программу составляешь сам, отправляешь, то есть заявляешь программу определенную, конечно. Все, там они готовят оркестр к этому. И все, приезжаешь и поешь то, что заявил. Она пела Моцарта, Римского-Корсакова и Де Либо. И это настолько разностилевые произведения, разные языки, разная фонетика. И у меня было ощущение, что звучали три разные певицы. Это отметили и комментаторы профессиональные, и члены жюри, которые затем высказывались по поводу ее выступлений. По сути дела, выразительность и соотношение динамики, и штрихи, которыми она пользуется. И, конечно, вот вы говорите о высоких нотах. Действительно, когда она в Де Либо взяла ми-третьей октавы, это был последний звук ее выступления в Кардифе, публика взорвалась. ПЕСНЯ 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 Когда они объявили Беларусь, ну, ну, это... Я не могу сказать, что я почувствовала в тот момент, но просто сразу это пошел выход того, то, что было накоплено за все две недели пребывания там, и это просто пошел выплеск. BBC, Кардов, Сынка из мира, 2015, к Беларусь, Надим Кутин. Как я уже говорил, что настоящая конкурсия, ее 13-й, и она последняя конкурсия, ну, она победила большая, Кристофа Моутман. Я думаю, что она верна, что она победила, что она действительно потрясающая песня. Надим, Кауча мать ее в центре о сцене о сцене о том, что это трофе вверх. Это шут мы надеемся в каждые два года. Какая замечательная шутка в конце рождения в ББЦ. Кардов, Сынка в мире, 2015. Субтитры создавал DimaTorzok